В эфире православного телеканала «Союз. Беседа с батюшкой» в студии Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами в гостях руководитель Душепопечительского центра Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Московской Патриархии, игумен Анатолий Берестов. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите наших телезрителей. Бог благословит всех телезрителей и вас. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, в последнее воскресенье октября мы начали разговор о сектах и всевозможных культах. Сегодня с отцом Анатолием мы продолжим эту тему и поговорим о последствиях этих явлений, а также о табакокурении, пьянстве и наркозависимости. Отец Анатолий, начнем с сект. Как отличить отличительные черты секты, религиозной секты и как ее не спутать с православной общиной? Ну, во-первых, я должен сказать, что наш центр уникальный, он создан специально для реабилитации лиц, пострадавших от тоталитарных сект и оккультизма. Мы этим начали заниматься, но потом в основном перешли на реабилитацию молодежи, страдающей наркоманией и алкоголизмом. И это не случайно, потому что одно связано с другим. Из сект к нам пришли молодые люди, страдающие наркозависимостью, и мы должны были ими заниматься, их реабилитировать. И так мы создали свою программу православную по реабилитации зависимых лиц, не только с нарко и алко, но и с другими зависимостями, в том числе и с гомосексуализмом, и весьма успешно. И сразу наша программа оказалась чудодейственной. Ну, в общем-то, как я сказал, мы начали с реабилитации лиц, пострадавших от тоталитарных сект, оккультизма. И с 1996 года, когда был организован наш центр, мы приняли уже порядка 10 тысяч лиц, пострадавших от оккультизма, ну и лиц, пострадавших от тоталитарных сект, конечно, гораздо меньше, порядка тысячи человек. Около тысячи человек мы перевели в центр через чин присоединения, через чин покаяния и присоединения к церкви. Есть такой особый чин присоединения к церкви, отпавших от нее. Ведь второй раз мы не крестим, мы веруем в единое крещение, поэтому есть чин присоединения к церкви через мир помазания. Вот, и, как я сказал, мы довольно много принимаем больных, больных, заметьте, пострадавших от тоталитарных сект и оккультизма. Значит, это уже говорит о том, что это не нейтральная в социальном плане ситуация. У нас сейчас огромное количество сект, из них большинство уже стали тоталитарные, то есть тоталитарно подавляющие сознание человека, изменяющие сознание, изменяющие поведение, выводящие человека из социального поведения и выводящие из семьи. Ну, достаточно сказать, что в 2002 году только от сект распалось 250 тысяч браков. Это для нашей-то России, которая вымирает, какая трагедия. Ну, должен сказать, что в советское время, ну, были секты, вы это знаете, но таких страшных, тоталитарных сект не было. И мы такого слова, тритарные или деструктивные культы, не знали в то время. Это явилось во время перестройки, и мало кто знает, что это привезенное извне к нам явление. Ведь за время перестройки было потрачено на создание этих деструктивных неокультов, как мы теперь говорим. Не принято говорить секты. Ну, мы по-прежнему говорим и секты, и наукульты. Было ведь потрачено 150 миллиардов долларов. Вы представляете, какая огромная сумма. И, честно говоря, и в наше время многие секты западного происхождения получают питание извне. Ну, есть и доморощенные наши православноподобные, вышедшие из православии секты. Мне бы о них особо хотелось сказать, потому что это наше явление, и люди не знают, как разобраться в этом явлении. Вы задали вопрос, как разобраться, секта это или церковь. Ну, православие, как христианская церковь, прежде всего, религия свободных. Господь Иисус Христос сказал, созиджи... Созиджи церковь свою. Нет. Он создал свободу, церковь свободных. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот этим церковь и от мечты отличается. Ведь я не знаю ни одного человека, кто бы насильно привлекал в церковь людей. Ну, я предполагаю, что, возможно, вы человек верующий, православный, поэтому мы беседуем в этой аудитории. И я уверен, что вы насильно никого не привлекали в церковь. Я священнослужитель. Уже в течение 17 лет, а вообще я верующий с 22 лет, это уже, по крайней мере, 50 лет, ни одного человека насильно я не привлек в церковь. А секты, они отличаются именно насилием, привлечением. Вначале слащавым привлечением, уговорами показывают, насколько их церковь истина, насколько другие церкви не истины, насколько у них правильно живут, как они правильно воспитывают детей, какие хорошие семьи. У них нет таких проблем, как алкоголизм, наркомания и так далее. Ну, и затем довольно имеются тонкие механизмы воздействия на сознание и на подсознание человека, и постепенно вовлекают в свои ряды. И я должен сказать, что когда человек вовлечен в секту, его вывести оттуда практически невозможно. И вот хотя мы занимаемся реабилитацией лиц послородавших от сект, и к нам за 10 или более лет обратилось около тысячи человек, но практически единицы были те, кто сам вышли, сами вышли из секты. Особенно часто их привозили, приводили к нам близкие. Жены, матеря, отцы или дети, сестры. Вот так вот. Ну, и результатом пребывания в церкви, ну, являются страшные изменения здоровья человека. Секте, вы имеете в виду. Секте. Да. Особенно психического и психосоматического состояния здоровья. Можно по внешнему виду сказать, что человек является участником секты, членом секты? Не всегда, но можно. У человека довольно такое слащавое, униленное лицо. Он всем и всеми доволен. Он всех любит. Отличительные черта при разговоре – это слово «любовь». Но оно у них затасканное, это слово. Оно у них, ну, как бы подспорье для заманки. Не то, что вот у православных и у других традиционных христианских церквей слово «любовь» – это действие, это жизнь. Без жизни, без любви мы не знаем, мы не понимаем, что такое любовь. Ну, вот, например, в нашем центре мы занимаемся реабилитацией наркозависимых, игрозависимых, алкоголиков, сектантов и так далее. Ну, это же действие любви. Без любви здесь невозможно действовать. Ну, как, скажите мне, можно воздействовать на наркомана без любви? Ну, был такой случай с Бычковым. Я хотя за Бычкова. Я рад, что его освободили. Он молодец. Но действовал он неправильными путями. Мы, у нас другая, другие пути воздействия через любовь, через реальную помощь. Батюшка, позвольте, я вас прерву, мы вернемся после вашего ответа на вопрос из Омска. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, город Омсен, беспокой. Батюшка, благословите. Бог благословит вас. Вопрос такой, как нам гонять сектантов, чтобы они вообще не лезли в нашу жизнь, в жизнь нормальных людей? Как их изгонять из общества? Дорогой мой, ну, я должен сказать, что вами неправильно поставлен вопрос. Как их изгонять? Это граждане нашей страны. И у нас есть, мы подчиняемся определенным законам и закону о свободе совести. И согласно этого закону совести мы должны жить в мире друг с другом и терпением. И изгонять их, это не по-христиански. Другое дело, что учитывать наличие их в обществе и стараться не подпадать под их влияние, это наша задача. А для того, чтобы не подпадать под их влияние, чтобы знать, что это эксектант, надо знать их уловки, надо знать прежде свое, свое православие. Чего, кстати, должен констатировать, подавляющее большинство наших православных не знает своего православия. Так что, надо знать учений православия, чтобы отличить православного от сектанта. Батюшка, ну а как же все-таки заманивают людей? То есть, это изначально маловерие, человек мало воцерковлен. Да, во-первых, я считаю, что основа попадания в секта, это наше религиозное невежество. Удивительное невежество. Мне приходится долго, я сказал, более 10 лет уже служить в качестве священнослужителя. До этого я работал медиком, доктором медицинских наук, профессором детской наврологии во Втором Московском медицинском институте. Вот, ну я был верующим. Я всю жизнь работаю с детьми и с молодежью. Ну, мне как-то, ну, удается понимать молодежь, удается понимать людей. И ко мне молодежь, в общем-то, идет, ну и что называется, лепнет. И поэтому мне легко работать с молодежью. Вот поэтому мы и занимаемся реабилитацией молодежи. Батюшка, ну как же все-таки противодействовать? Вот если на улице подошел человек и предлагает... Мое мнение, лучше не разговаривать. Извиниться, атакте в сторону, уважаемые. У меня нет возможности с вами разговаривать. Особенно это касается и яговистов. Вы знаете, насколько они прилипчивы. И особенно если спрашивают, вы верите в Бога или вы знаете Библию, это наверняка и яговистов. Но я вам сказал, что в наше время и яговисты отошли даже на второй план. Вы знаете, что до недавнего времени яговисты были на первом плане у нас среди всех. Но сейчас наибольшее распространение получают неопятидесятники. Это ветвь сектанства, это ветвь протестантизма, именно пятидесятников. Но это так называемые неопятидесятники. Это не истинные пятидесятники. Это страшная секта, и она сейчас, пожалуй, по своему количеству доминирует среди всех сект. Но я должен, к сожалению, сказать, вот у нас, если около ста миллионов, может быть, русских и вообще русскоговорящих, считающих себя православных людей, то сколько ходит человек в храмы постоянно, регулярно? По статистике 5%. Нет, 2-2,5%. А сектантов у нас гораздо больше, порядка 6 миллионов. Видите? Мы им в количественном отношении, не в качественном, а в количественном, проируем, потому что они используют насильственные методы вербовки. Мы этим не занимаемся. Спасибо, батюшка. И у нас звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, пожалуйста, Ваш вопрос. Санкт-Петербург, слушаем Вас. Да, алло. Батюшка, благословите. Бог Вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Если вот человек лечится долгоголизма, ему психотерапевт прописывает психотрубные средства. Как вот церковь на это смотрит? Видите ли, в чем дело? Мы занимаемся не лечением, а реабилитацией алкоголиков и пьяниц, наркозависимых, игровых зависимых, лиц с другими зависимостями. Но мы смотрим на эти болезни не как в первую очередь на медицинскую проблему, а как на духовную проблему, как на болезнь души. Скажите, а врач может вылечить душу? Я врач, доктор медицинских ног, профессор, навропатолог. Я утверждаю, врач не может вылечить душу. И никакой психотерапевт не вылечит душу. В какой-то степени он поможет. Да, в нашем центре есть и врачи, и психиатры, психиатры-наркологи, психотерапевты, психологи, навропатологи. Но они не лечат, они нам помогают, священникам. Потому что каждый человек, принимающий яд, а наркотик или алкоголь, это яд для мозга. Естественно, у него развиваются какие-то побочные, вторичные заболевания, которые помогают лечить врач, и он нам помогает. Но я, как врач, утверждаю, на настоящее время нет ни одного адекватного метода лечения от наркомании, да и от алкоголизма тоже, да и от других зависимостей. Ну как же, а другие скажут, вот кодирование помогает, то помогает, все помогает. Это помогает временно. Пока человек закодирован, скажем, вшит ему препарат, он держится. Кончается этот срок. Он ждет, когда кончится этот срок. И сразу же в этот день начинает пить. Это очень частое явление. Так что я утверждаю, истинного лечения, адекватного лечения этих зависимых болезней на настоящее время, к сожалению, нет. Но я знаю, что медицина все-таки развивается и рывается бурными темпами. Я думаю, мы найдем методы лечения этих зависимых болезней. А пока очень хорошо помогает церковь. Вот покойная академика Дмитриева, Одно время она была министром здравоохранения России, затем она была директором института судебной психиатрии, академик с мировым именем. Она прямо сказала, что наркомания и алкоголизм это не медицинская проблема, это духовная проблема. И вылечить может только церковь. Многие ученые уже к этому мнению пришли. Спасибо, батюшка. И у нас еще один звонок. Тольятти на связи. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Слушаем вас, Тольятти. Батюшка, благословите. Бог вас благословит. Батюшка, благословите. Пожалуйста, выключите телевизор и задавайте ваш вопрос. Пожалуйста, выключите телевизор. Меня зовут Галина. Мне хотелось бы услышать, как церковь относится к сообществу анонимных алкоголиков. Мой муж посещает это сообщество уже 12 лет. Перестал пить. Но семья распалась. Не секта ли это? Видите ли, в чем дело? Есть сообщество анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, анонимных, извините за выражение, обжоров и так далее. Надо сказать, что это явление не церковное. Это явление светское. Я написал несколько статей и книг, говорящих о том, что нельзя эти методы применять в церкви, когда у нас есть такие замечательные методы лечения церковные. И смотрите, церковь уже в течение двух тысяч лет активно борется с духовными недугами. И борется хорошо. Зачем же нам эти анонимные наркотики, наркоманы, анонимные алкоголики? Ну, светской медицине нечем заняться. У нее нет адекватных методов лечения. Поэтому применили 12-шаговую программу лечения наркоманов, алкоголиков и других зависимых. Но же вы сами сказали, что муж ваш в течение 12 лет лечится. Какое же это лечение? Если у нас, вот я не кривя душой скажу, после первой же испедии причастия, 5-6 человек из 10 сразу прекращают употреблять наркотики или алкоголь. Правда, мы их не считаем вылеченными, потому что наркомания и алкоголь – это образ лечения. Нам еще их надо воспитывать. И это воспитание я называю лечением. Ну, а тут какое-то воспитание, какое лечение. Так, это говорильня, пустая говорильня. 12 шагов. Светская медицина пусть применяет, раз ей нечем, нечего больше применить. А для церкви они не нужны. Батюшка, у нас еще один звонок, Орел на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка, вы услышите. Меня зовут Людмила, из города Орел. У меня такой вопрос. Я родина с бывшим супругом уже больше полутора лет. У меня имеется трое детей от него, и ребенок один у меня слабовидящий. И моя свекровь находится в секции уже очень давно, лет 9, называется «Школа жизни» Светлана Пилуновой. То есть человек, который разрушивает мою жизнь, и жизнь моего, ну, как бывшего супруга, может ли вообще как-то прокомментировать, потому что в нашем городе, допустим, достаточно, как бы, ну, известная школа, и очень многие люди туда приходят. И как вообще от этого можно защититься? Вы слышали что-нибудь про эту секту? Ну, это, в общем-то, секта нео-пятидесятницкого толка. И, в общем-то, ну, как-то защититься в семье, или изменить образ мышления близкого человека, я не знаю, как это сделать. Как в существе тех, кто не попал. Но необходимо показать своим примером, что вы, как православный христиан, христианин, вы выше этого учения. Вы лучше этого учения. Своим примером, знанием надо помогать. А мы, как я сказал, очень часто религиозно-безграмотно. Надо повышать свою религиозную грамотность. Надо знать, что такое секта, какая это секта. Навязывать свое мнение ни в коем случае нельзя. Это только отталкивает человека. Надо любовью, уважением, добрым отношением показывать свое преимущество. Батюшка, а каковы духовные механизмы воздействия темных сил на человека? Почему мы попадаем вот в эту нарко-алкогольную зависимость? От своей бездуховности. Бездуховности, безрелигиозности. Я вам сказал, что, ну, и примерно из ста человек, считающих, называющих себя православными, в церкви ходят 2-2,5 процента. 2-2,5 миллиона человек. И те, которые ходят, они, как правило, мало что знают. Я, к сожалению, констатирую тот факт, что и верующие, которые входят в храм, они далеко не каждый день читают Евангелие. Многие из них плохо знают Евангелие. Далеко не все молятся, как это положено православному христианину читать. Утреннюю молитву, вечернюю молитву, покаянный канон, или если священник подскажет что-то еще читать. Батюшка, у нас еще один звонок, город Балабаново на связи. Слушаем вас, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, батюшка, благословите. Бог благословит. Ну, с праздником вас. А как православная церковь относится к протестантским центрам по борьбе с наркованием и колдоведжем, у которых тоже их очень много? Ну, я должен сказать, что протестанство, протестанство, рознь. Есть традиционная религия, есть традиционные христианские религии. Это православие, католичество, протестантизм в качестве лютеранства. Но ведь есть огромное количество протестантствующих сект. По одним данным их порядка трехсот, по другим данным, я читал, их порядка трех тысяч. Но их огромное количество. И каждая протестантская секта от чем-то отличается друг от друга и от традиционного протестантизма. Ну, я считаю, что мы все, люди, верующие в Бога, должны жить в мире и любви. Кем бы ты ни был. Протестант ты, православный или католик, или сектант. Но сектанты ведь люди. Почему мы должны говорить, что они люди хуже нас? Я знаю немало сектантов, которые ведут очень хороший, добрый образ жизни. Я как-то присутствовал на межконфессиональной конференции по борьбе с наркоманией. И там много было сектантов. И они сказали, у нас такой проблемы нет. У вас, у православных, это большая проблема. К сожалению, они были правы. Но не совсем. Вот я сказал, что я примерно 10 тысяч человек принял наркозависимых с 1996 года. И вы знаете, я пришел к какому выводу. Из этих 10 тысяч человек, лиц молодых людей, наркоманов, из традиционно верующих семей, оказалось всего 7 человек. А остальные откуда? Ну а остальные это из нетрадиционно верующих. Которые говорят, что мы верующие, а живут как неверующие. Ведь в вере должен соответствовать и образ жизни. Многие наши верующие, ну что говорят, пьяницы, блудники, наркоманы, алкоголики и так далее. Батюшка, у нас еще один звонок, Курская область на связи. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Продолжите. У нас беспокоит вас в Курской области. Батюшка, благословите, пожалуйста. Бог благословит вас. У меня такой вопрос. У нас в Тростелке есть это, 50-ники. У них вроде бы такая порядочная семья и дети, и все. И постоянно вот они бросают родители, выходят у них расседанных, и их лидом единым. И бросают почтовые ящики. Не только ко мне одной. Ну, однажды я посмотрела, даже вот почитала, ничего там плохого вроде бы не увидела. И вот там все время образы Иисуса Христа. Что делать с этой воде? Выбрасывать вроде бы как образ. Ну, и не знали даже, что с ней делать. Люди все возмущаются. Знаете что? Я уже сказал, что у сектантов есть свой насильственный метод привлечения людей в секты. Вот раздавание этих газет, это есть тот же насильственный метод привлечения к себе внимания. А вось да кто-то к нам придет. Ну, конечно, в газетах пишут о Христе, может быть, пишут много хороших, порядочных статей. Но лучше с ними не общаться. Выкидывать, наверное, нельзя. Там все-таки слово «Христос» бытует. Давайте лучше их сожжем. Батюшка, а каково отношение к сектам на государство, на законодательном уровне? Вот матушка, можем, скажем, может, предположим, там, пожаловаться в милицию или обратиться в иные органы власти? Ну, как мы говорили, у нас есть свобода совести. И сектантские образования, или они не называются там сектантские, а культовые образования, или неорелигиозные образования, они признаются. Значит, мы должны с ним жить в мире и дружбе. У государства такое же отношение, как к церкви, как к православной церкви. Это религия. Государство ее признает. Она находится в законе. Ну, бытуют религиозные организации, находящиеся вне закона, скажем, сатанинские секты, с чем мы очень часто сталкиваемся, или какие-то, ну уж, ультраэкзотические секты, которые также находятся вне закона. Ну, в общем-то, государство стремится таковые организации закрывать. Правда, честно говоря, мало что делается по отношению к тем же сатанинским сектам. Я непосредственно сталкиваюсь с сатанизмом, и практически каждый день в течение недели я принимаю одного, двух, трех сатанистов. Не всегда они сами приходят. Чаще их приводят родители или близкие люди. Но иногда они приходят и сами. Я даже создал нечто вроде небольшого музея этих сатанинских там всяких ритуальных вещей. Вот. Ну, для меня это нужно знать, чтобы говорить об этом людям. То есть бывает такое, что по собственной воле люди приходят, да? Ну да, бывают. Каков процент излечения всех удается вернуть в лоно церковь? Почти всех. Я думаю, порядка 90%. Если человек сам приходит, то он уже понимает, что он не туда зашел. Если человек... Родители приводят. Родители много объясняют. И объяснение, разговор мой, беседа моя духовная с сатанистами очень многое дает. К сожалению, далеко не все священники это понимают и, как правило, с сатанистами не общаются. Я считаю, это плохо. Это наша недоработка. Но 90 или более процентов сатанистов мы приводим в церковь все-таки. Тем не менее. Были люди даже такие, которые принимали участие в человеческих жертвоприношениях. Были люди, которые воровали детей для жертвоприношения. Но они каялись. А смотрите, я вот часто думаю, как бы поступил Христос на моем месте. Простил бы человека или не простил? Но я не могу допустить, чтобы Христос не простил. А я священник. Я служитель Христа. Поэтому приходится беседовать, порой долго беседовать, неоднократно, приводить в чувство человека и, в конце концов, исповедовать и прощать ему грехи. И приводить в церковь через чин присоединение, о чем я говорю. Да, ведь все же люди Божьи, в конце концов, все его творения. У нас еще один звонок, Волгоград на проводе. Здравствуйте, пожалуйста, Ваш вопрос. Слушаю Вас, Волгоград. Здравствуйте, Батюшка. А вот сейчас в церкви применяется методика, следствие по избавлению от алкоголизма, метод Шичко. Что Вы скажете? Я должен сказать, что в церкви метод Шичко не применяется. Это светский метод лечения или реабилитации. Я в своем душе по пищевистическому центре допустил метод Шичко, видоизменив его на православный вид. Ведь сам по себе Шичко был атеист, и метод Шичко, он безбожный. Но мы обожили его. И он дает хорошие результаты. Но вообще в церкви метод Шичко, как правило, не применяется. Священники в подавляющем своем большинстве вообще не знают о методе Шичко. Да и я бы, наверное, не знал об этом методе. Не будь я врачом. Батюшка, а какие методы использует церковь и в частности в Вашем центре? Мы применяем активное воцерковление. Поясните. Ну, объясняем о том, что такое религия, кто такой Бог, как создан мир, применяя и современные научные данные для пущей убедительности неверующих людей. И вы знаете, если вот по субботам я провожу духовные беседы для впервые пришедших в церковь, и на беседах присутствует 150-200 человек, то практически все они становятся верующими. После беседы у нас проходит исповедь, а перед этим я рассказываю, что такое исповедь и какое огромное она имеет значение для духовной жизни человека и для его спасения, для освобождения от болезни и зависимости. И вы знаете, я вам сказал, что 5-6 человек из 10 после первой же исповеди и причастия перестают наркоманить и употреблять алкоголь и перестают ходить в игровые залы. У нас эффективность реабилитации 85-90, а в некоторых группах до 100%. Но я понимаю, что, конечно, если взять в целом по объему наркозависимых и алкоголиков, это ничтожная величина. Ведь к нам идут люди, которые изуверились во всем и которые признали, только в церкви можно найти спасение. Но это далеко не все наркозависимые и алкоголики. — Батюшка, у вас есть возможность практически на всю страну либо назвать номер телефона? Как с вами связаться с москвичам или из иных городов? — Да, конечно. В общем-то, к нам едут со всей России. К сожалению, у нас нет ни гостиницы, ни общежития, поэтому приезжие как-то вынуждены будут искать место жилье в Москве, приходить к нам на реабилитационные мероприятия. Но телефон у нас такой, я скажу, 676-67-63. Душепопечительский православный центр Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. — Я, с вашего позволения, повторю телефон. 676-67-63. — Я должен сказать, что там у нас работают медицинский персонал, и совсем не обязательно, что это мой телефон. — Батюшка, отец Анатолий, я благодарю вас за беседу, благодарю за то, что вы к нам приехали. — Спасибо. — Благословите наших телезрителей. — Спасибо, Господи. Дорогие друзья, мы с вами на этом прощаемся. Благодарим вас за участие в беседе. Храни вас Христос. Субтитры подогнал «Симон»!